Привет народ, мне наконец-то пришла посылочка с книжками, обзор на которые я чуть попозже сделаю, когда уже их заберу и полноценно смогу разглядеть, потрогать и все. И я очень рада, что они наконец-то пришли, я их очень давно ждала, ну как ждала, я их ждала, что они появятся в продаже, и тут они наконец-то появились, я их заказала и они уже пришли, то есть где-то за 3 дня, даже не за 3 дня, то есть я заказывала в субботу утром, в субботу вечером их уже привезли в точку доставки, но так как я была за городом, забрать я могу только сегодня, собственно, в понедельник. И хранятся они в точке доставки 3 дня, потом они отводятся обратно, если не забираешь. Вот, и что хотела сказать, то есть я уже собираюсь, мне надо уходить, я когда ухожу, я всегда смотрю, где Алиска, потому что, ну мало ли, она выскочит в коридор, она любит все время выскочивать куда-то, куда ей не следует ходить, вот, и все время смотрю, чтобы она либо спала, либо ела, либо, ну где-то она была на еду. И тут я, короче, собираюсь, бегаю по квартире, ищу Алиску, что вы думаете, где она? Сейчас покажу вам. Она в пикнешках. Сейчас попробую. Снять вам эту картину. Вот она. Что такое? Кто меня разбудил? Вон она, под потолком. О, зеваем. Сейчас мамка уходить будет, а ты тут спишь. Я тебя ищу, бегаю. Виноватый вид какой. Алиса. Главное, чтобы она была на еду, то есть вот она. Там у нас лежат какие-то вещи, и она там на них спит. И хоть бы, блин, хоть бы что-нибудь сказала, что она на шкафу. Чтобы я, так сказать, не бегала, не переживала, где она. Свет выключила. Просто чтобы в день сейчас, чтобы не горел свет. И, в общем-то, ношусь, бегаю, ищу ее, а она на шкафу спит. Вот такая вот радость. А что сейчас бегаю не на почту, а я заказываю с сайта Озон.ру. Ну, якобы этот сайт воспринимаю как книжный. Но хотя там много всего продают и канцелярии, и еще что-то, и одежду даже, и обувь. Вот, но я, как бы, воспринимаю его как книжный и заказываю там книги, если заказывала. Вот, я очень эти книги хотела, особенно вот одну. Вы потом поймете, наверное, почему. То есть, я поясню, такое лирическое отступление будет небольшое. И я хотела ее купить у нас в Молодой Гвардии. Я ездила туда специально за эту книжку, но ее не было. То есть, на сайте написано, что книжка в магазине есть. Но когда приезжаю, я приехала на месте, уже там подошла к информационному столику. И у женщины спрашиваю, она говорит, у нас таких вообще нет. Я говорю, а почему у вас на сайте информация совсем другая? Ну, как бы, ответить нечего. В общем, вот так вот, я ждала, ждала, ждала. И вот книжка появилась опять на Озоне. То есть, она была распродана, и сейчас она снова появилась. И я думаю, ну, чай буду ездить туда-сюда, тратить еще деньги на метро. Куплю ее в интернете и заберу рядом с домом. Вот, и так же тоже на Озоне я смотрела, как бы, такой тоже маленький момент. Буквально пару дней назад мы с подругой обсуждали, ну, то, что обсуждали просто. Я была в гостях и видела у нее раскраску. Сейчас, знаете, большая популярность эти раскраски для взрослых. Всякие, типа, антистрессовые раскраски. Вот, и я как-то хотела попробовать, у меня никогда такой не было. Но я в детстве еще не любила раскраски. Вот, и когда я вот как раз в Молодую Гвардию ездила, как книга, я там просто видела, ну, там огромные стеллажи. Не знаю, сотни, если не тысячи этих раскрасок. Всякие всевозможные. И цветы, и какие-то орнаменты, и города, и животные, и растения, и сказочные какие-то миры. И, ну, очень-очень много всяких разных. Просто глаза разбегаются. Но цены варьируются где-то от двухсот и выше. То есть есть книжки и за полторы тысячи. Это для меня дороговато, знаете, и за раскраску столько денег потратить. Вот, а тут, как бы, я зашла на озону и думаю, ну, посмотрю, есть ли там какие-то раскраски, наверняка есть. И там было, ну, не знаю сколько, довольно много раскрасок. Тоже совершенно разные. И животные, и птицы, и какой-то, и морской мир, и деревья, и сказки, и просто какие-то иллюстрации из головы. И архитектура, и животные, повторяюсь, походу. Ну, очень много всяких разных, тоже глаза разбежались. Но увидела я одну и прям поняла, надо брать. Тем более она, по-моему, сто девяносто рублей где-то, ну, плюс-минус. Около двухсот, то есть в пределах двухсот рублей. И, тем более, она вот на ту тему, которая мне сейчас близка. Ну, как бы, тема кошек, скажу так. То есть это раскраска для любителей кошек, вообще фанатов кошек. И если раньше я просто любила кошек, ну, там, открытки с кошечками, какие-то календарики с кошечками. Ну, вот, кстати, если вы заметили, у меня есть на стене календарик с кошечкой, и это, как бы, это нормально. То есть у нас постоянно мы покупаем календарики, и это везде с кошки. Вот, и какие-то карманные календарики, блокнотики, тетрадки, там, что-то, если покупать, то оно все с кошками. Вот, и раньше это было просто так, поверхностно, я был с кошек. А так как сейчас у меня у самой кошка, то это уже фанатизм. Теперь, если вы это слышите, я извиняюсь, опять совсем не сверлятся. Вот, а сейчас это просто уже фанатизм от кошек, потому что есть своя кошка, и это всякие прибамбации для нее, какие-то игрушки, витамины, все, что связано с кошками, статуэтки с кошками, какие-то иллюстрации с кошками. То есть вообще кошки везде. Вот, и, то есть я прямо увидела эту раскраску, я поняла, это она надо брать. То есть это, наверное, если я хочу это попробовать, эту раскраску, то это должна быть именно эта раскраска. Вот, так что я сейчас пойду забирать их. Вот, и, соответственно, очень удобно, что с озоном можно забрать вообще где хочешь. То есть есть пункт выдачи, естественно, туда тоже какая-то осуществляется доставка, и ты за нее платишь, но меньше, чем курьер или почтовые расходы. То есть там сама доставка мне что-то обошлась рублей 70. Вот, и, собственно, забирать я ее буду из соседнего подъезда моего дома. Там какой-то банк располагается, и там же есть отделение сетиленка, куда, собственно, доставляют посадку с озоном. Вот, так что я, как только приду, я сниму вам маленький обзорчик на эти книги. Вот, и... Как бы на этом все. Сейчас такая на радостях, немножко заторможенная, побегу забирать книжки, и потом с вами еще увидимся. Так что пока-пока.